Меня Владислав зовут. У меня знакомы. Звоню по поводу недавней регистрации вашей. Вот вижу, что оставались инвестициям и заработкам на этой серии. Верно? А вы из какой компании? Я звоню по проекту Павла Дурова. А проект этот принадлежит Павлу Дурову сейчас? У вас такие поставленные вопросы. Меня забавляет просто предыдущий комментарий менеджера. Цитата. Вы мошенники. А вы общаетесь между собой, да? Коммуницируете. Один не развел, значит второй позвонит, потому что второй попробует развести, да? Это мой коллега и у меня коллега из другого отдела, конечно. Вы что-то все в разных компаниях работаете. Один в этом, в Газпром Холдинг Инвестиции, а вы там, как там, в Валберес или как там у вас называется? Да нет, из одной компании. Я не знаю, про такие менеджеры вам еще звонили. Криптовалюты. Один говорит, криптовалютами не торгуем, другой говорит, мы занимаемся криптой, проектом ТОН. Ну я же не знаю, с кем вы общались с Мелом. Да откуда я знаю? У вас там все фейковые имена. Это только вы друг друга знаете? Или, наверное, даже сами не знаете? У вас как? Номер попадает в базу, так вы пытаетесь каждый развести, у кого получится. А у кого не получится, ставите отметку, продаете этот лид другому, что ли? Так а если у вас только менеджеры цели, вы все вам регистрации проходили? Ну вот пообщаться с вами интересно было. Как вы разводите, в какой момент начинается кража денег, не кража денег, а... Ну все, 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 да, 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 да. Я сейчас еще в одну рекламу запишусь, мне когда девушка позвонит, интересно пообщаюсь. Одни специалисты ваши умеют корректно общаться, терпеливы, да? Некоторые начинают почемучками обзывать, да? Некоторые срываются и... Ну, понятие он же стиль общения, что... Прекрасно понимаю, да, темперамент, да, но ни один сотрудник компании там инвестиционной никогда не будет так общаться, да. То есть вы до ихнего уровня не доросли, но в целом у вас пока не удовлетворительно получается. Я не могу дать хорошую оценку вашему общению с клиентами. Хорошо, хорошо, Дмитрий, тогда скажите, будь вы менеджером, да, и вам... Нет, я никогда на вашем месте не был и... На вашем месте я никогда не был и не буду, я мошенником. Я вас выслушал, правильно? Я вас, ну, не перебивал, верно? Хорошо. Ну, в общем, этот тип бросил трубку, вы сами видели, да? Звонит уже следующий, представляется другой компанией, там, проект Павла Дурова Тон, якобы они представляют. Но я еще раз хочу сказать, что проект Павла Дурова Тон, он был до того момента, пока его СЭК не запретила комиссия американская по ценным бумагам. Поэтому, если будут разводить вас на Тон, то сейчас это проект с открытым исходным кодом, и есть вокруг него определенное сообщество, которое поддерживает этот проект. Криптовалюта Тон на кое-каких биржах торгуется, но она ничего под собой не имеет пока. Какой-то весомой технической части, чтобы что-то такое, чтобы можно было в это входить и вкладываться. Здесь все у мошенников настроено на громкие имена, да? Вы знаете проект Павла Дурова Тон? Ну, естественно, каждый слышал, наверное... Ну, не каждый, но многие слышали про Павла Дурова, что он организовал и ВКонтакте, и Телеграм, через который мы всем пользуемся, общаемся и ВКонтакте. Так вот, их главная цель – это громкие заголовки и сладкие обещания, сладкие цифры. Сейчас вообще типок вот этот хотел взять инициативу пообщаться с собой на себя, а в итоге сказать-то ничего не может. Он понимает, что я опровергаю все. На каком моменте может быть развод? Как мне уже кидали ссылку в WhatsApp, значит, пытались через WhatsApp, чтобы я перешел на платежный слюз, и там поплатил минимальное 150 долларов инвестиции. Еще раз говорю, никуда никакие приложения не ставьте, и не переходите по вот этим инвестициям в «Газпром» и в проект «Тон» криптовалютный, якобы Павла Дурова. Не переходите по этим ссылкам и видеообъявлениям в Инстаграме на Ютубе, где вам обещают какие-то 17-20-30% в месяц. Но нет такого заработка в месяц. Недвижимость в инвестиции дает 5-10%, если вы сдаете какую-то недвижимость 5-10% в год, а тут вам 17-30% дают в месяц. И такие деньги зарабатывает только трейдер. И то успешный трейдер, который торгует внутри дня, и то таких немного. Но вообще успешных трейдеров очень мало. Я вам скажу так, что это 1% из 100% они только успешно торгуют, но и то до этого они огромные деньги потеряли. Поэтому даже с каким-то финансовым аналитиком в нормальной брокерской компании вам будет сложно. Но можно заработать, да. Можно, конечно, следовать каким-то топовым трейдерам, которые публичкуют свою историю торгов. И не историю, а как бы они показывают, что они приобретают, какие активы. И следовать их примеру, какой-то стратегии какого-то крупного трейдера. Это обычно платная услуга. То какие-то деньги можно заработать. Но если этот трейдер ошибется, то и все риски на вас вы тоже потеряете. Поэтому 17-30% гарантированно никогда не будут гарантии. Может быть у кого-то получится. Но опять же у человека с начальным опытом не получится такого дохода никогда. Хотите инвестировать? Ну просто мой совет. Вот я бы что порекомендовал купить биткоин на откате. Я думаю, что он ниже уйдет. На 40 поставить стакан на бирже под 40 его купить. Или просто дождаться, когда он будет под 40. Вывести на свой кошелек. Только не хранить деньги на бирже, а на свой криптокошелек. И забыть на год, на два. Вот через год, два вспомните, через два года про биткоин. И на он у вас сделает несколько иксов. То есть 200-300% как минимум. Я думаю, что сделает. Ну вот, продадите его дороже. Но не ведитесь на этих мошенников. Если кто-то хочет действительно зарегистрироваться на бирже, где продается криптовалюта. Welcome! В описании под каждым видео у меня есть ссылка на самую крупнейшую биржу в мире Binance. И вы можете пройти и зарегистрироваться. Если какие-то вопросы возникнут, то можете вконтакте мне задать по поводу криптовалюты. По поводу регистрации, по поводу работы биржи. Если вопрос по интерфейсу будет, могу подсказать что-то. Ну вот такой у нас материал появился. Я жду еще одного звонка. Я думаю, что они не успокоятся. Будут дальше мне одолбить звонить. Здравствуйте! Игорь Валерьевич набирает ряд своей познакомиться. С помощником мы им общались, верно? Да, общался. Вопрос еще такой, что у вас демонстрация экрана не получилась, Дмитрий? Да ничего не получилось. Мне человек показал свой экран. Ну, в принципе, больше ничего не показывал. Мне объяснили, что вы будете в скайпе показывать ваш сайт, я так понимаю, или что-то такое, да? Нет, 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 конечно нет. Вы будете включать демонстрацию экрана, чтобы не напасить каких-либо ошибок при создании торгового счета. Это разве не обсуждали с помощником? Нет, он мне наоборот сказал, что мне не нужно будет ничего показывать. Вы будете демонстрировать свой экран, я так понимаю. Да, я сейчас у него уточню этот момент. То есть мне нужно зайти будет на ваш сайт, зарегистрироваться, вы говорите, на торговой платформе или что? Нет, конечно нет, мы же не брокеры, мы предоставляем вам аналитику. Площадку мы с вами подберем, сейчас помогу вам на ней зарегистрироваться, правильно, грамотно пополнить счет, да, чтобы вы сегодня уже увидели первый результат. Все, давайте с скайп перейдем, я вам отправляю запрос. Принять, да? Принимаете запрос от меня? А вы с какой компанией? Так, я с компанией Атон, я помню, что вам должен был помощник это говорить, потому что это обязательно, когда вы общаетесь. Я не представитель брокера, я аналитический центр. Ну, давайте вот мы с вами с нуля же работаем, с чистого же листа работаем, давайте зарегистрируемся на том, что вы советуете. Ну, тогда будем работать через официальное приложение Центрального банка Киеви кошелек. Киеви пользовались или слышали только? Переводил как-то? В целом, также верификация у вас должна быть пройдена или нет? Не, у меня Киеви нету, я переводил кому-то на Киеви. А, прописывайте сверху в поиске Киеви. Приложение надо установить? Да, да, да. А для чего? А для того, чтобы вы его пополнили, и мы с помощью Киеви шли конвертацию валюты. С рублей, которые у вас на карте, на Киеви, и потом на торговый счет, чтобы было у вас в долларах. Так, давайте со Сбербанка сразу на торговый счет закинем. Нет, мне очень важно, чтобы каждый мой партнер все делал постепенно, все делал правильно. Хорошо, я отключусь тогда и создам все. Что я не слышу вас? Я говорю, я сейчас отключу демонстрацию экрана и создам Киеви кошелек. Зачем? Ну, как зачем? Вы сейчас нажимаете «Установить». Сейчас вы нажимаете «Установить», вы сейчас Киеви не смотрите, нажимаете «Установить сейчас». На демонстрацию вы отключите при коне кода, если вы получите шокот, который работает. Да-да-да, сейчас найдем до этого. Сейчас для чего нужна эта демонстрация-то? Чтобы вы не допустили никаких ошибок, чтобы я был уверен в том, что вы делаете все правильно, делаете то, что нужно. Понимаете? Ну, зарегистрироваться на Киеви самостоятельно может любой человек. В принципе, Киеви-система для всех доступна. Ошибок я там никаких не допущу. Откуда вы знаете? Вы же Киеви не пользовались. Откуда вы знаете? Так какая разница Киеви или WebMoney? Установил, номер записал, пароль получил. Какие сложности-то? Хотя, в целом, здесь, я скажу вам так, и скрывать-то толком нечего. Потому что номер телефона, который вы сейчас вводите, он у меня на самом деле есть, потому что я вам уже звонил. А зачем, я не пойму, зачем вам демонстрация экрана, когда эту процедуру человек может сделать самостоятельно? Такой формат, говорю, моей работы. А давайте сделаем так. У вас на сайте atom.ru есть раздел регистрации. Там же можно и открыть, и пополнить счет. Там же можно и внести депозит. Нет, мы на таком ресурсе работать не будем по той простой причине, что ваш объем инвестиционный не позволяет создать правильный, грамотный портфель для развития на российских площадках. Подождите, я разговаривал с менеджером Полиной по Краснодарскому краю, компании Atom. А она сказала, что... Подождите, Дмитрий, вы меня не перебиваете, пожалуйста. Это же касается моих денег, как меня не перебивать? Помощник мне как раз ваш и сказал, Станислав, что мне нужно вам задать все вопросы, которые меня интересуют. Я понимаю, однако у нас с вами определенный формат общения, я же вас не перебиваю, правильно? Я же хочу выяснить, у меня есть вопросы. Вы как главный специалист по инвестициям. Вот, поэтому я же вам говорю, а вы меня перебиваете. Так я еще вопрос не задал вам. Помощник должен был вам донести, что... Я связываюсь с вами, я подбираю счет, и я говорю вам, как нужно делать, что нужно делать. Какой счет вы подбираете? На сайте это не значит, что мы будем открывать счет там, где вы почитатели. Потому что я специалист, да, как вы правильно подметили. Главный эксперт, и я подбираю, что нужно делать и как надо делать. А какой счет вы подбираете мне? Какой счет вы подобрали? Вы опять меня пытаетесь... У вас же юрлицо, я могу перечислить деньги на ваш официальный счет организации юрлица. У вас юрлицо как называется правильно? Они не нужны, я получаю деньги от комиссии за доход, а не получаю деньги от комиссии за открытие сделок. Поэтому, если вы хотите перечислить на АТОН, перечисляйте деньги, работайте сами, Дмитрий. Ну, АТОН же это ваша компания. А мне не интересно работать на этот доход. Понятно вам, Дмитрий, или нет? Скажите, пожалуйста, кто у вас является президентом компании и генеральным директором в АТОНе? Дмитрий, если вы будете меня сейчас пытаться на чем-то подловить, у нас... Нет, я хочу понять, вы мошенник или не мошенник все-таки? Эти вопросы я не буду, понятно вам. Ну, я вот на данный момент считаю вас мошенником, да, потому что вы даже не можете назвать ни генерального директора. Нет, я же вам сказал, принципиально на это не отвечаю. Ну, вот любой сотрудник АТОНа, который реально является сотрудником, без проблем мне это назовет в ту же секунду, когда клиент об этом спросит. Ваше упущение, что вы не выучили, там нет операторов, там есть региональные менеджеры, у вас есть свой непосредственный начальник в организации АТОН. Если бы вы работали в АТОНе, у вас там был свой непосредственный начальник, правильно? Это кто так сказал? Да, нет, так, да, так совершенно верно. Когда вас принимали на работу, вы заявление писали там на имя генерального директора? Так, да. Кто у вас генеральный директор? А я не сказал вам, что у меня его нет, я просто сказал, что я принципиально вам отвечаю. Я пока отговорки какие-то слышу от вас. Только лишь потому, что вы посмели как-либо меня подловить на чем-то. А, я посмел, да, вот какой у нас разговор. Вот, да. Да, но вы пришли и начали мне диктовать, как я должен работать. Вы пытались мне рассказать, как вы должны открыть счет. А я эксперт, я говорю. Какой счет? Вы какой счет мне хотели открыть? Где, в какой компании, в каком клиенте, на какой торговой площадке? Об этом даже речи не было. Вы, если бы были специалистом, сначала бы разговор с этого начали. Вы же мне как сказали. Давайте так, я вижу, что вы хотите выговориться. Давайте две минуты вы говорите, а потом буду говорить я, и вы меня не перебиваете. Вы говорились. Кто ваш генеральный директор? Как правильно называется юрлицо? Я даю вам две минуты. Почему ваши клиенты не могут перевести деньги на счет компании, на официальный счет компании юрлица? Отвечайте. Все. Жду ответы. Вы все задали вопрос. Жду ответы. Да, замечательно, Дмитрий. Итак, теперь по порядку. Насчет генерального директора я вам уже сказал. Понимаете? Во-вторых, клиенты могут переводить на счет АТОНов без проблем. Только лишь с вашим оборотом. Мне не интересно с вами работать на этой площадке. Насчет каких площадок. Так же отвечаю. Я их подбираю, вы на них открываете счет, его пополняете. А до этого я не вижу смысла вам перечислять какие-либо площадки, так как вы человек без опыта. Понятно вам? Компания АТОН работает через свои счета и через свои торговые площадки. А не через какие-то там. Не рассказывайте, как работает компания АТОН. Ну-ка позвони мне с официального телефона АТОН, который указан на сайте. С любого телефона, который указан. Там их по каждому городу. Конечно, мой дорогой. Ты еще не дорос до уровня мошенника. Я позвоню тебе с официального телефона. А что еще? Ты еще не вырос даже до уровня мошенника. Ты даже тратишь свое время и не можешь даже развести и толком что-то сказать. Ты сначала выучи, кто в этой компании директор. Да, да, выучи. А то есть ты хочешь признать, ты даст. Если бы я хотел тебя развести и я не знал, кто директор, пока ты формулировал свой вопрос, я бы уже мог десять раз. А ты этого не сделал в ту же секунду. Я уже был понял. Понимаешь, если тебе на это ушло минута времени, то все. Но почему ты выделишь меня? Ну ты же не можешь мне позвонить своего номера официального. 495-37-6677. Ни ты, ни твой Станислав. Никто из вас не может позвонить. Потому что у вас нет доступа к официальным телефонам компании «Атон», к которым вы вообще никак не относитесь. Вы ими только прикрываетесь. Далее, есть нерегиональные менеджеры. Я специально трачу время, чтобы ты им не смог как можно меньше обманул людей. Если ты свой телефон в Гетконтакте или телефон Станислава пробьешь в Гетконтакте, то там уже есть по ним теги. Любой нормальный человек сначала пробьет перед тем, как деньги вам передавать, посмотрит, кто вы. Мошенники или нет. Вот так вас уже пометили. Второй момент. Скини скриншот, скини скриншот, скини контакт моего номера, пожалуйста. Делать мне нехер, еще предоставлять тебе доказательства. Ты сам знаешь, что ты лошара и мошенник. Все, это все твои заслуги. Кроме обмана ты ничего в жизни больше не можешь делать. Ты даже не потрудился какие-то придумывать формулировки, чтобы было понятно, что ты какой-то официальный сотрудник. Тебе надо, главное, киви-щетка. Какая инвестиционная компания деньги клиента со Сбера перегоняет на киви? Ну, это, блядь, просто детский сад и ясли, да? Ну, понятно, что бабушку какую-то можешь развести или пацана 18 лет, хотя навряд ли тоже думаю. А у тебя я отнимаю, конкретно у тебя отнимаю твое время. Так ничего, я позабавился с тобой. А, ты позабавился. Да, по-моему, у тебя ничего просто не вышло. Хотел посмотреть, как я киви зарегистрирую, пароли, аккаунт мой от биржи криптовалютной, ты хотел увидеть, да? Посмотреть, какие доступы туда, правильно? Дальше что? Да, да. Дальше что? Да. Дальше со Сбера перекинуть деньги на киви, а киви почему? Потому что киви анонимная система, ее просто зарегистрировать, в отличие от Сбербанка. Деньги анонимная система. Для Сбера тебе надо дропа найти, дропу деньги заплатить, правильно? Это надо дроповода искать, это деньги нужно платить. Не факт, что дроп сам может твои деньги снять с этой карточки. А киви легко, анонимно, на симку, которую ты в метро в переходе можешь купить, да где угодно, где-то там сидишь. Киви зарегистрировал тебе, бабки на киви перекинули, вот и все дела. Я тебе еще раз хочу сказать, что любой сотрудник АТОНа, если ты сам позвонишь в АТОН и поговоришь с менеджерами АТОНа, в первую очередь они попросят зарегистрироваться на официальном сайте. На официальном сайте все регистрируются клиенты и пополняют депозит через счет юрлица. Можешь еще поговорить, три минуты поговорим, три минуты можешь рассказать, что ты там знаешь и все, у меня время закончится. Да я много что знаю, зачем мне это тебе рассказывать, чтобы ты умнее стал что ли? Ты оставайся на своем уровне, на этом же уровне и болтайся в своем болоте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok